Сегодня в выставочном центре Сокольники проходит четвертая международная выставка робототехники. Мероприятие направлено и на представление с бизнесом, а также для простых потребителей. На выставке можно увидеть промышленных и военных роботов и те модели, которые предназначены для быта. На месте находится наш корреспондент Роман Водовиченко. В Сокольниках сегодня собрались десятки робототехников, которые представили свои работы, свои разработки. Здесь можно увидеть роботов-дронов, роботов-гуманоидов, роботов, которые используются в быту и которых предлагается использовать в качестве помощи людям в каждодневных задачах. Но есть и интересные некоторые модели, например, так, рядом с которым мы сейчас находимся. Это робот-боксер. Он разработан специально для того, чтобы устраивать бои с таким же, можно сказать, даже его коллегой роботом весом более чем 300 килограмм. Сейчас видно, как он боксирует активно. Робот может наносить удары другому роботу и перемещаться, то есть он передвигается. Управление происходит за счет специального пульта, которым управляет человек. Но сам бой должен быть показательным, эффектным. К сожалению, увидеть не получится, потому что для обеспечения безопасности необходимы специальные ограничители. Потому что при бою могут отлетать некоторые детали. Мы сейчас с разработчиком можем поговорить, узнать, что же он расскажет про вот этот интересный робот. Здравствуйте. Здравствуйте. А можете рассказать, что за робот, как он работает? Это представленные роботы, которые мы сами собираем. Меня зовут Виталий Рубанов. Мы делаем в основном роботов из листового металла. Ну и, соответственно, уже готовим комплектацию для боев. Мы, конечно, ищем экспонентов или соперников для проведения боя. Нам интересно очень провести бой с таким роботом, который имеет антропоморфные конечности. И, в принципе, мы на экспонировании выставки Robotic Expo представляем наших роботов. Ну, извините, перебиваю. А робот, он насколько сильно может нанести удар? Эти роботы мы замеряли удар около 4 тонн с номиналом максимальной раскрутки стартерного двигателя, потому что здесь используется стартерный двигатель и маховик. Ну, уже проходит через рентгенционный вал. Ну, то есть, если он ударит вот его соперника, робота, оттого останутся просто дорожки до ножки? Ну, в принципе, нет. Он рассчитан на несколько ударов, ну, как бы массивных ударов. Там используется двухмиллиметровый металл, и плюс каркас сделан довольно-таки мощный. Вот. Должно, в принципе, хватить его на несколько количеств ударов. Ну, хотелось бы найти соперников, которые готовы были поддержать нашу спортивную пару роботов, которые могли сразиться. Спасибо большое. Ну, а весит он? Вес 315 килограммов. Вот. Ну, боевой вес 350, потому что ставятся для боя дополнительные аккумуляторы и обвес для того, чтобы он был более стабилен при высоких скоростях удара. Спасибо большое. Ну, вот такие боевые роботы здесь представлены. Конечно, не хотелось бы встретиться с ними и сразиться в бою, но это не единственный экспонат, который присутствует на выставке. Здесь много других интересных образцов. В частности, вот мы сейчас можем увидеть боевых дронов, настоящих летающих. Вот здесь будут проводиться импровизированные воздушные дуэли. Дроны устроены таким образом, что в них находится датчик специальный, выпускающий инфракрасный луч. И когда два дрона находятся в воздухе, один из них должен выпустить луч и попасть во второй. Участник боя, который управляет роботом, почувствует, что в него попали, когда его джойстик завибрирует. То есть можно будет понять, что одержал победу его соперник. Но, как говорят участники этого павильона, что можно участвовать в боях вплоть до 50 дронов, 50 на 50. То есть достаточно эффектные воздушные сражения можно устроить. Но здесь представлены и другие павильоны. Опять же, все-таки боевая тематика, видимо, не оставляет умы робототехников. Вот сейчас мы можем наблюдать сборку как раз-таки боевых машин. Вот сейчас будет происходить робобой. Прямо сейчас он происходит. Вот один из роботов уже пострадал. Видно, что он потерял колесо. Да тихо! Кто там танком гонит? Роб собираются с самими участниками. Давай, начали! Они устроены таким образом, что все детали легко заменимы, поэтому бои можно проводить много раз. Задача в этом бою вывести робота соперника из строя как можно быстрее. Для этого есть специальные устройства. Вот такая пневматическая дубина, можно сказать. Вот как робот лихо бьет своего соперника. Но по завершению боя ничего опасного для робота не случается. Он просто собирается в дальнейшем и готов уже ко второму бою, после того, как оператор его соберет. Но тут же представлен, кстати, вот очень интересный образец. Робот, который способен рисовать. Здравствуйте! А можете сказать, вот у вас представлен робот, который способен рисовать, верно? У нас есть представитель, который ответит вам на все наши вопросы. А, ой, прошу прощения. Ну вот здесь представлено специальное устройство, робот, в которого закладывается программа. И он анализирует программу, выводит изображение на поверхности. Вот сейчас можем увидеть, как он попытается какой-то рисунок изобразить маркером. Процесс этот нескорый, но удивительно, что детали рисунков получаются очень четкими. То есть робот рисует очень четко, аккуратно, ровно. Практически имитирует руку художника. Можно закладывать, как я уже говорил, в программу любое изображение. И он вот будет изображать то, что ему написали в программе. Ну, помимо этого робота на выставке представлены еще и более узконаправленные модели. Модели, которые могут заинтересовать людей, занимающихся машиностроением. Например, гидравлические, пневматические системы, которые помогут в сборке. Но выставка продлится еще несколько дней. И наверняка будет представлено еще много чего интересного.